Можно ли снять качественное видео на дешевый смартфон для своего блога? Конечно, можно. Прямо сейчас это видео я снимаю на Samsung Galaxy S20 FE. Это уже видавший виды смартфон, вообще я его покупал бэушным. Видите, у него даже камера поцарапана. Тем не менее, картинка и звук получаются довольно приятные, вы и сами можете это оценить. И вот сегодня я расскажу о пяти простых шагах, которые гарантированно помогут вам снимать видео с таким же качеством, как у меня практически на любой смартфон. Потому что важны не столько характеристики камеры, сколько знания о работе с настройками съемки, освещением, звуком, композиции кадра и другими характеристиками. Именно эти важные аспекты делают телефонное видео лучше. Естественно, чем современнее и дороже у вас телефон, тем еще круче результаты вы можете получить. В общем, смотрите видео полностью, потому что все эти факторы важны и влияют на конечный результат. Друзья, всем привет, с вами Алексей Ясный. Итак, давайте подробно поговорим о том, как получить качественное видео при съемке на абсолютно любой смартфон. Итак, первый шаг – это съемка на основную камеру смартфона. Именно используя ее для съемки самого себя, мы сможем выжать максимум из смартфона в плане видео. Да, с селфи-камерой снимать самого себя намного практичнее и удобнее, потому что мы видим все, что происходит на экране. Но, к сожалению, на эту камеру мы получим не самое лучшее качество. Вообще, у меня есть отдельное видео, где я рассказываю несколько вариантов, как снимать на камеру, которая находится на спинке телефона, но при этом видеть себя и все, что она показывает. Поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. Ссылочка будет здесь на экране, в подсказке. Следующий шаг – звук. Да, мы сразу говорим о звуке, потому что качество видео определяется не только визуальной составляющей, как многие думают, но также и звуком. Насколько он качественный, чистый, насколько приятно вы звучите, настолько же кайфово будет смотреть и слушать вас зрителям. Поверьте, если вы снимаете на дорогую камеру с офигенным освещением, с супер красивой картинкой, но вас еле слышно, присутствуют какие-то щелчки, шумы, помехи, то такое видео не будут смотреть, потому что это сложно для восприятия. И если с плохой картинкой еще можно смириться, то звук не позволит зрителям легко воспринимать ваш материал. Причем для записи качественного звука вам не нужен студийный микрофон. Можно использовать абсолютно любой микрофон, главное держать его ближе к рту. Сейчас я подключил свою петличку, которая стоит буквально 15 долларов, и вы слышите, что звук приемлемый, нормальный. Да, не самый лучший, но тем не менее нормальный. А все потому, что микрофон я держу близко к рту. Конечно, вот такой петличный проводной или беспроводной микрофон нужно вешать вот сюда на одежду, примерно вот в это место. Но тем не менее я просто показываю вам принцип работы, что чем ближе микрофон к источнику звука, тем более качественно записывается ваш звук. Сейчас я переключился обратно на микрофон комика, вот он находится прямо здесь, рядом со мной, и звук записывается на него и передается и пишется сразу в телефон. И здесь еще раз обращу ваше внимание. Часто мы смотрим ролики и видим в них обычную картинку, без изысков, ну такую средненькую, плоскую, без навороченного освещения, возможно вообще снятую просто с дневным светом из окна. Но если мы слышим качественный, насыщенный, приятный голос спикера, записанный на хороший микрофон, который находится рядом с ртом, то у нас создается ощущение, что в целом видео отличное. И картинка в принципе даже ничего такая. Понимаете, как это работает, да? Мозг подтягивает качество визуала под уровень качества звука. В общем, вкладывайтесь в первую очередь в звук, это действительно важно. Думаю, уже один этот совет, достоин лайка, обязательно поддержите меня и подписывайтесь также на канал. Следующий шаг это настройки съемки. Желательно, чтобы на ваш телефон можно было установить приложение Blackmagic Camera, которое позволяет вручную выставлять такие настройки съемки, как выдержка, частота кадров, ISO, баланс белого и фокусировку. А также в этом приложении можно контролировать и многие другие параметры записи видео. Приложение бесплатное и очень полезное, посмотрите подробный обзор на него на моем канале. Но есть один нюанс. Приложение работает не на всех смартфонах, поэтому если на ваш телефон его не установить, то покопайтесь в меню вашего встроенного приложения камеры, это актуально для Android смартфонов. Возможно, в нем уже по умолчанию есть управление этими настройками. Как раз в моем Samsung Galaxy S20 FE, на который я сейчас снимаю, есть такая возможность. Этот режим называется Pro Video. И в принципе, мне не нужно устанавливать сторонние программы, что даже упрощает съемку. В общем, независимо от используемого приложения, выставляем следующие настройки съемки для роликов такого плана, как я сейчас записываю, то есть говорящую голову. Частота кадров 30, выдержка 60, ISO минимально возможная. Например, сейчас у меня стоит примерно 100, и баланс белого около 5000 кельвинов. Разрешение выбирайте из возможностей вашего телефона. Если у вас много памяти, то выбирайте 4К. Если хотите сэкономить место, то снимайте в Full HD. В общем, именно отключение автоматики и фиксация всех перечисленных настроек – это важный шаг к получению более профессионального результата. Друзья, небольшая реклама. Если вы хотите снимать профессиональные видео для YouTube, вовлекающие контент для социальных сетей или рекламные ролики для вашего бизнеса, все, что вам нужно – это смартфон. Даже это видео я снимаю на iPhone 13 Pro, и вы можете научиться снимать также благодаря моему новому курсу Pro Video Blogger. За короткий срок вы узнаете все необходимое об оборудовании, о профессиональных настройках камеры, как работать с освещением, какие движения использовать в видео, бесплатные приложения для монтажа и секретные приемы создания разнообразного контента. И это только часть полезных материалов, которые доступны в курсе. Нажмите на ссылочку под этим видео, чтобы узнать больше информации. Итак, мы переходим к третьему шагу – это освещение. Первым делом мы выключаем потолочный свет. Это наш главный враг в создании профессиональных видео. Он заливает все пространство и не оставляет теней и контраста. Изображение выглядит плоско, отсутствует объем в кадре. Для освещения спикера мы можем использовать разные приборы, начиная от небольших светодиодных панелей, заканчивая моноблоками с одним диодом. Если у вас ничего такого нет, то можно снимать и с дневным светом из окна, но, конечно, с ним сложнее работать, так как он меньше поддается контролю. Самое главное, что я не рекомендую использовать кольцевую лампу, направленную в лоб. Ее можно использовать для съемки макияжа, визажа, каких-то разных других косметологических процедур, но вот просто для съемки говорящей головы – это не лучший вариант использования. Да, вы могли видеть десятки футажей, где люди снимают себя с кольцевой лампой, но не ведитесь на это. Такие ролики специально снимаются так, потому что у массового потребителя кольцевая лампа как раз ассоциируется с блогингом. Хотя по факту это далеко не так. Самое главное в освещении – это рассеиватель. Можно использовать софтбокс, можно использовать полупрозрачную панель на просвет, можно использовать зонт или вообще отражать свет от стены. Вариантов масса и каждый способ подходит для своей задачи. Главное помните, чем больше рассеивающая поверхность, тем мягче и приятнее будет освещен спикер. Для подсветки фона можно использовать RGB панельку, стоят они недорого и делают видео чуть более интересной. Прямо сейчас за мной светит вот таким вот синим огонечком такая светодиодная панелька, можете ее приобрести, продается где угодно. Также на фон можно поставить торшер, лампу, повесить некую гирлянду или включить какой-то другой светильник небольшой яркости, чтобы разнообразить кадр и сделать такие световые акценты. Ну и последний шаг, поговорим об общей атмосфере в видео. Что еще можно добавить в кадр, чтобы сделать некий антураж. Конечно, разные предметы. Цветы, декор, книжные стеллажи, сами книги, журналы, ну или какая-то техника. Здесь важно выбрать такой декор, который подходит под тематику вашего видео. Например, если вы рассказываете о технических устройствах, то здорово поставить на фон именно их. Если вы рассказываете, ну например, о живописи, может быть искусстве или истории или о философии, в общем о чем-то подобном, то здорово будут смотреться книги, журналы, картины, ну и все, что с этим связано. Ну и так далее. Подумайте, что вы можете добавить в кадр, чтобы сделать видео более атмосферным. Ну или наоборот, вы можете создать минималистичный антураж. Например, стол, вы и стена позади. Иногда этого бывает действительно достаточно. Итак, вы на моем примере видите, что для съемки качественных видео не обязательно дорогая камера и навороченное оборудование. Главное знать, как работать с настройками съемки, освещением, звуком и другими аспектами. У меня есть целый плейлист по съемке видео на смартфон. Рекомендую его посмотреть, чтобы узнать, как еще улучшить ваши видеоролики. Как всегда, дерзайте и создавайте. Увидимся. Продолжение следует...